Сам я не курю уже 5 лет, хотя до этого я курил очень сильно. Может быть, мне помогло то, что я понял некую необходимость. Вот если пить, бросать у многих не возникает никакого сомнения, что если он тем более уже уходит в запои и так далее, или она, потому что это очень сильно начинает мешать жизни, семье, работе, и люди идут как бы уже понимая, что с этим нужно прощаться, то сигарета вроде бы это как бы не такое страшное социальное зло, с которым можно вроде бы мириться, можно курить, можно не курить, а можно и курить. И люди как бы не чувствуют такой остроты проблемы. И пока вы не почувствуете этой остроты проблемы, вы будете все время себя прощать. Но если вы сейчас подумаете о мотивации своей, если вы найдете тот крючок, за который вы можете зацепиться, ну, значит, тогда вы действительно справитесь. Я нашел свой крючок, и для меня это было, например, важно по нескольким вопросам. Первый вопрос, я почувствовал, что я стал кашлять, а мне это совсем не нравилось. У меня был кашель. У меня появлялись боли в груди, в области сердца, потому что, видимо, спазмы были такие, кулил я по две пачки сигалет. Спазмы сосудов были очень сильные, и мне это тоже не очень нравилось. Еще у меня были головные боли. Когда перекуришь, начинали спазмироваться сосуды. Кроме этого, я стал плохо соображать. Моя голова стала какая-то не такая, как будто она деревянная. Потерялась острота, потому что я понял, что, видимо, никотин, он дает спазмы сосудов головного мозга, и, следовательно, снижается возможность концентрации памяти, внимания и прочее, реакции. Но и не это самое главное, это здоровье можно было пережить. Главное, что у меня еще подрастал сын. Я не хотел, чтобы он курил, потому что он смотрел, что я делаю. И как раз он был в таком возрасте, когда я чувствовал, что вот он схватит эту сигарету. Может быть, я решил опередить событие. Может быть, еще благодаря этому, потому что он еще кричал, что-то опять навонял тут в квартире и так далее. То есть для меня это было важно очень. Кроме этого, для меня еще важно было то, что вместе со мной, одновременно, когда мы решили вместе, мы курили вместе с супругой, вместе мы решили бросить. То есть у меня был какой-то помощник еще. Поэтому, в принципе, вот так все сложилось. Я не знаю, как у вас сложится. Что вы, собственно, для себя возьмете как ориентир. Бог его знает. Что в вашей жизни творится, никто не знает. Только вы знаете. Но надо за что-то зацепиться. Надо сказать, я кому-то посвящаю все это. Должен быть какой-то человек, ради которого вы все это делаете. Вот я прошу вас, закройте глаза и увидьте лицо этого человека. Или хотя бы подумайте о нем. Кто этот человек, которому вы могли бы посвятить то, что вы сейчас хотите сделать? Это ведь не просто какие-то могут быть лишения у вас. Но вот кто этот человек? Если он есть, очень хорошо. Если его нет, представьте, кому вы могли бы посвятить все это. Может быть, это просто ребенок или взрослый кто-то. И когда вы увидите лицо этого человека или хотя бы представите, подумайте, кто этот человек, вы дайте ему клятву, что вы сделаете все, доведете до конца то, что вы намерены сделать. И когда вы дадите клятву, я прошу вас чуть плотнее сомкнуть веки, сделать еще глубокий вдох и с выдохом уйти в состояние транса. Я прошу вас слушать то, что происходит у вас внутри, и музыку, и вместе со мной, потому что я вместе с вами, уходить в состояние транса, чуть глубже, внутрь себя. и выходя все дальше и дальше, свои воспоминания, анализируя свое прошлое, вы можете что-то увидеть, что-то услышать, что-то прочувствовать из своей жизни. Когда я вспоминаю о сигаретах, я вспоминаю очень неприятную историю, которая случилась с моим другом. Мой друг, казалось бы, гораздо старше меня по возрасту, но был действительно самым лучшим моим другом. Ему было за 60. В какой-то момент он устал от своих сверстников, которые все время нудили, говорили о болезнях, он чувствовал, что он от них тоже заболевает. И он окружил себя молодыми людьми, или почти молодыми, до 40. И когда он беседовал с ними, он чувствовал себя моложе, ему становилось легче, потому что они не плакались в жилетку о своем состоянии здоровья. и, может быть, именно поэтому он выбрал меня своим другом, а я выбрал его. и в какой-то момент мы были так близки духовно, что, казалось бы, мы понимали друг друга с полуслова, с полужества. мне было очень хорошо и приятно быть с ним, впитывать его мудрость, его жизненный опыт, а ему было приятно заряжаться от меня оптимизмом, какой-то энергией. так мы сошлись. Совершенно разные люди. И мне было очень-очень хорошо с ним. Все у него было хорошо. Он был преуспевающим человеком. Совершенно не был похож на старика. Единственное, чему он всегда огорчался, это тому, что он не мог обходиться без сигарет. Казалось, он курил всегда. Сколько я его знал, он все время курил. Курил разные сигареты. Крепкие и не очень. Дорогие и дешевые. Но всегда курил очень много и очень часто. Эти сигареты превратили его в какого-то раба, потому что, если не было пачки сигарет, он мог ночью выбежать в киоск, в магазин. Он чувствовал себя неуютно, если не было рядом сигарет. он понимал, что все это плохо, все это вредно, но тем не менее продолжил курить. какое-то время назад он купил участок в одной из деревень. и там был маленький домишко. И он, городской житель, решил отгрохать свой дом. дом, который сам запроектировал, снес эту избушку и решил построить с размахом хорошую, серьезную, добротную дачу. Место было очень красивое. Это был край леса, красивая река, очень крутой спуск к реке. В лесу было много грибов, ягод. Хорошее местечко вдалеке от разных дорог. И там было так хорошо. Я часто навещал его, помогал ему или просто отдыхал на той даче, которую он строил. Он подчинил себя полностью этому строительству. он возводил стены, делал какие-то погребы, в которых хотел хранить какие-то плоды со своего сада. Он делал очень много для того, чтобы это была настоящая дача. и вот поднимались стены мало-помалу. Он доводил до конца свое строительство. И когда нужно было строить крышу, он забирался туда, высоко. иногда по несколько часов сидел на крыше, что-то пилил, стругал, возводил конек, обивался черепицей, чтобы было сухо в доме, чтобы все было хорошо. И вот мало-помалу он стал замечать, что немножко подкашливает. Непонятно, что это такое было. Не то, чтобы какой-то лающий кашель, а какое-то отчекание. Может быть, он хотел что-то откашлять внутри, что-то может быть мешало. В общем, он постоянно подкашлял. Поначалу он не обращал внимания и курил так же, как курил. Однажды он решил замерить температуру и увидел, что она какая-то не то, чтобы высокая, но все-таки есть. 37,5 37,2 Еще он заметил, что стал чуть уставать. Очень энергичный, сильный. Стал все меньше и меньше чувствовать в себе возможность поднимать тяжелые бревна или просто работать. Какая-то усталость. Он не придавал значения, пока не почувствовал какой-то боли в груди. решил обратиться к врачу. Никто ничего не мог понять. Говорили, что это простуда, но простуда не длится так долго. тогда он решил вернуться в город, обратился в специальную клинику, где проверили его легкие, сделали все нужные снимки, сказали, что у него есть какое-то воспаление, которое надо бы полечить в специальной больнице. К тому времени он уже порядком похудел, у него исчез аппетит, но он продолжил курить. и вот его поместили в какую-то больницу, и я узнал об этом слишком поздно, потому что меня не было рядом. Когда я решил его навестить, я подходил в больнице, и я уже имел некую догадку, вывеску, когда я увидел вывеску, мне стало очень страшно. Это был онкологический диспансер, обо всем догадался, и мне стало очень грустно. я и пришел на встречу со своим другом, он просил меня разузнать у врачей, что с ним, потому что никто не говорил ему диагноз, диагноз. Вроде бы все что-то обследовали, точно ничего не говорили, а с кем он беседовал в палате, все говорили, что у них тоже идет обследование, им тоже не говорят диагноз. вопрос. И у них невольно возникал вопрос, если здесь все лежат на обследовании, то почему называется онкологический диспансер? Должны быть, наверное, какие-то специальные больные, или их всех только обследуют? Тогда я пошел к лечащему доктору, когда я представился, что я тоже доктор. У моего коллеги как-то потух взгляд ему стало так не по себе, потому что может быть впервые он понял, что ему не надо играть и можно стать самим собою. лечащему. И тогда он сказал , что у вашего друга центральный рак легкого и тот, кто хоть немного знаком с медициной, и понял бы все это значит где-то в середине легких центре сидит огромная огромная опухоль величиной с бильярдный шар и он показал мне снимки и она видимо мешала ему, поэтому он все время подкашливал, потому что она сдавливала бронхи и кровеносные сосуды. мне стало страшно. Мне страшно стало за то, что я его потеряю. Человек, из которого мне было приятно, легко, он был очень умел, мудр, тактичен. И вот этот человек, он медленно прекращает свое существование. И все же я не решился сказать своему другу о том, что я услышал. я наплел какой-то путаницу. И по-моему, он мне не поверил. Но ему стало легче. Того вранья, которое было сказано его лучшим другом, и он стал провожать меня где-то на лестничной клетке, видимо, немного притомившись, решил присесть. И я помню, как сейчас, как он достает свои сигареты, отчетом Бойко говорит со мной. И, по-моему, он доставал сигарету автоматически. Понимая подспудно, что он здесь не случайно лежит, и что все водят его за нос, даже здесь, в раковые больницы, он как какой-то камикадзе хотел добить себя. И тогда я просто отказывался что-то понимать. А рядом сидели такие же люди и тоже доставали сигареты и тоже курили. как будто это какой-то сюрреализм. Как будто эти герои сошли с картины Босха. Все это было нереально, страшно и странно. Как это возможно? И, может быть, уже позже я понимал, что у него стояла какая-то программа самоуничтожения. Может быть, он хотел своей смерти. и он сидел на этой лавочке и курил и говорил мне, мне бы только выкарабкаться. тогда мы такой шухер устроим на своей даче. Я говорил ему, конечно, обязательно. ответил А потом ему сделали операцию, хирурги как-то еще пытались спасти его. Они раскрыли грудную клетку Увидели огромное количество метастазов Пораженных лимфоузлов Все легкие были черные В коричневой никотиновой смоле Странно, что был там только один узел В общем, они даже не стали оперировать Они зашили его как мешок И сделали хороший, доброжелательный вид Он прожил еще полгода И потом его не стало Это случилось незадолго до того, как я бросил курить Я не знаю, может быть подспудно Я испугался тогда Потому что как-то все в моей родне Умерли от рака Моя мама Бабушка Дедушка И даже отчим Как странно Наверное, действительно нужно очень сильно испугаться Чтобы наконец-то понять, что Жизнь не так Очень трудна И кто знает, сколько нам отведено Зачем же подрезать ножичком Свою коротенькую жизнь Подталкивать себя К краю пропасти Может быть даже не поэтому я бросил курить А может быть и поэтому Может быть это было только одно из условий Но я пять лет не курю И желаю этого вам И может быть именно сегодня тот день И тот час Когда вы сможете сказать себе Я знаю о сигаретах все Я знаю все хорошее и плохое о сигаретах И я принимаю лишение Моя рука Ни при каких обстоятельствах Не касается больше сигарет Не касается Не касается Именно сегодня Именно сейчас Я могу Я хочу Я сделаю это Скажите себе какие-то важные слова А потом Возвращайтесь сюда С принятым решением Для этого достаточно просто Открыть глаза Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому